Добрый вечер, друзья! Господь благословит! Сегодня вопрос довольно сложный, может быть, не для одного простого рассказа, но вам будет о чём подумать. Ночные часы у кого? Бессонница. «Меньше знаешь, крепче спишь» – такая пословица есть русская. Справедлива она или нет? Хороший будет сон у человека, который меньше знает? Или наоборот, крепкий сон будет у того, который больше знает? Вот склоны некоторые именно к такому странному и, прямо скажем, неразумному выводу. Мне это не надо знать. Я не хочу об этом рассуждать, я не хочу об этом размышлять. А вы знаете, иногда такого рода вывод можно сделать, но он сам по себе должен быть основан на глубоком размышлении. Проведу простой пример. Вот вы, дорогие мои зрители. Вот у вас есть сосед, или соседка особенно, или сосед вместе с соседкой, и между ними происходит какой-то конфликт. Это известно, что между ними конфликт, что что-то у них неудача какая-то, ни палатки какая-то, ни урялица в доме ваших соседей или знакомых. Вы не знаете, что именно. Любопытство вас разъедает. И вам хочется узнать, что же такое у них. Может, там кто-то кому-то изменил, или, может, не с деньгами, или, может, сын, или дочь, или родители. Вот в этом случае простом можно прямо сказать, дорогие друзья, меньше знаешь, крепче спишь. Это не ваше дело. Это дело ваших соседей. И вас не спрашивают. Совета вашего не просят. Участие ваше не требуется. Это их дело. Оставьте их в покое. Займитесь своими делами. Чужими не надо заниматься. Ваше беспокойство о чужих неприятностях причиняет вам только раздражение, только огорчение. И может лишить вас сна, если вы уж совсем, как сказать, если совсем уж вы нервный. Вот рассуждение, размышление о том, каковы ваши границы познания, какова граница вашей ответственности, что вам надо знать, а что не надо. Вот такое размышление позволит вам провести границу. Где вам оставить предел вашему познанию и как крепче спать, чтобы ваше знание не приводило к вам к бессоннице. Давайте вот так вот и действовать. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова